Вероятнее всего, приехав в Чехию на учебу, вы впервые в жизни столкнетесь с вопросами аренды жилья. Это может быть комната или отдельная квартира, но везде есть отдельные нюансы, требующие внимания. Первым делом нужно определиться с необходимостью помощи риэлторов. Здесь все достаточно просто и зависит от вашего уровня владения чешским языком. Если вы можете поддержать беседу на бытовом уровне и хорошо понимаете чешскую речь, то получится сэкономить как минимум месячную стоимость аренды на риэлторе. Если же есть опасения или вы еще недостаточно уверены в своем чешском языке, то лучше довериться профессионалам и найти риэлтора, среди которых достаточно просто найти русскоговорящего специалиста. Он возьмет на себя все проблемы, связанные с поиском идеального варианта, а также станет связующим звеном с вашим арендодателем. Если вы все-таки решили найти жилье самостоятельно, то сделать это можно на сайтах. Также при самостоятельном поиске жилья советуем вам заранее составить шаблон текста, который вы будете рассылать всем заинтересовавших вас арендодателем. Нужно быть готовым к тому, что не каждый арендодатель вам ответит. Наберитесь терпения и рассылайте как можно больше запросов. В этом письме напишите краткую информацию о себе, чем вы занимаетесь, сколько вы находитесь в Чехии, где вы учитесь, чтобы арендодатель был уверен в вашей платежеспособности. Собственно, количество подходящих вариантов будет напрямую зависеть от вашего бюджета. Чем дешевле квартира, тем больше на нее спрос, и тем быстрее нужно будет на нее реагировать. Поэтому важно каждый день просматривать новые объявления, чтобы не упустить хороший вариант. Попав на сайт или паблики, предлагающие квартиры в аренду, одним из первых пунктов каждого объявления будет указана планировка квартиры. Количество комнат всегда обозначается цифрами, но следующее за ними обозначение первое время может вызывать вопросы. Напутаться не стоит. Достаточно запомнить, что сокращение «КК» обозначает кухонный уголок, а значит, что в квартире отдельной кухни не будет. Кухня в таком случае является частью общей с гостиной комнаты. Отдельная же кухня всегда прописывается как плюс один. Помимо ежемесячной оплаты за квартиру, которая на чешском языке называется «наемная», на плечи ложится также оплата поплаток. По-нашему это коммунальные платежи и могут составлять несколько тысяч крон. Размер поплаток зависит от нескольких параметров. Площадь квартиры, количество выражающих в ней людей, наличие лифта, типа отопления, а также от потребляемой электроэнергии, воды или газа. Вот на воде хотелось бы заострить особо пристальное внимание. Перед заселением обязательно уточните, какая сумма включена в поплатки по воде. Зачастую студенты, ранее не имевшие дело с ежегодным перерасчетом, который обязательно в Чехии, ведут совершенно неэкономичный расход воды. Если в поплатках ежемесячно отводится тысяча крон на воду, а вы потребляете ее гораздо больше, то будьте готовы, что после ежегодного перерасчета вам придет чек на кругленькую сумму. Перерасчет по всем поплаткам в Чехии обычно приходит с марта по май. В перерасчете будет указана сумма, сколько всего за год вы заплатили и сколько вы употребили воды. Если вы не доплатили, то вам придется доплатить. Если же вы переплатили, то деньги вернутся вам на счет. Также стоит добавить, что в Чехии газовый и электрический счетчик привязаны не к самой квартире, а к конкретному человеку, проживающему там. Как только желез въезжает в арендованную квартиру, он должен явиться в энергетическую компанию и заключить с ними договор на свое имя, на поставку электричества или газа. Но можно столкнуться с ситуацией, когда энергетическая компания откажется подписывать договор с иностранцем, не имеющим ПМЖ в Чехии. В таких случаях будет необходимо договориться с арендодателем, чтобы включить расходы на газ и электричество в общие арендные платежи. Цена за жилье может быть указана, включая поплатки, но чаще всего арендодатели не включают ее, поэтому уточните. И не забудьте сразу узнать, включены ли в поплатки расходы за интернет, или же вам нужно будет оплачивать его самостоятельно. Что такое поплатки, мы разобрались, но в тексте объявления обязательно встретится еще один незнакомый термин – кауце. Это так называемый возвратный залог, который оплачивается перед въездом в квартиру и возвращается вам в случае бережного отношения к арендуемому после расторжения договора. Кауце может составлять одну или две суммы месячного найма, в зависимости, например, от новизны ремонта или наличия дорогостоящей техники. Согласитесь, вас такая сумма смотивирует к аккуратному проживанию, а хозяину позволит быть спокойным за собственное имущество. Итак, о договоре. Этот документ нужен не только арендодателю, но и вам. Договор подтверждает право на проживание в данной квартире, а также в нем прописываются все важные аспекты отношения с вашим арендодателем. Может ли он повышать ежемесячную плату за проживание, можно ли заводить домашних питомцев, условия расторжения договора, а также штрафы за отдельное нарушение пункта договора. Поэтому перед подписанием договора обязательно ознакомьтесь с ним максимально внимательно, вникните во все пункты и проверьте все внесенные данные. Также не забудьте уточнить у хозяина квартиры, сможет ли он сделать для вас прописку, а также предоставить договор, заверенный у нотариуса подписью. Подтверждение о жилье вам нужно будет предоставить в чешской МВД. Во избежание встречи с мошенниками важно убедиться перед заключением договора, что квартира принадлежит именно собственнику. Это легко можно проверить на интернет-портале кадастро-немовитости в Чехии. Напомним, что после смены адреса прописки вам будет необходимо в течение 30 дней проинформировать об этом МВД Чехии. Аренда квартиры или комнаты не столько сложный вопрос, сколько щепетильный и требующий отдельного внимания на каждом из этапов. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите нам в комментариях. Хорошего дня, до свидания.